А много приезжает в клинику людей вообще, так сказать, как вот у нас? Ну, из Крымгутска, да, по-моему? Нет, Новосибирск. А, Новосибирск. Ну, да, город крупный, а больше как иногородник или с Новосибирск? Ну, местный, конечно. Местный, конечно. Но сейчас иногородник стало больше. После вебинаров, вот когда вебинары проводим, какие-то встречи, естественно, иногородник, ну, само собой. А так процентов 90, конечно, местных. Это Новосибирск и больше западная Сибирь, Томск, Омск, город. Нормально, да? А вообще стационар или? Амбулаторный. Амбулаторный. Да нет, загруженность еще далеко до загрузки. Ну, понятно. Как раз Артем, да, и после отошел Попикович Хочетряна, когда он передал нам дела, мы сейчас работаем над тем, чтобы была загрузка максимальная. А, отец как бы вообще отошел от… Да, он уехал… От Новосибирского развития отошел. Да, в Казахстане открыли клинику. В Астане. В Астане, да, и он сейчас уехал туда и занимается развитием той клиники. А почему именно в Астане? Как это было вызвано? Было, было, у нас всегда интересно, потому что у нас все, те, кто занимаются как-то развитием, они все наши бывшие пациенты. Вот Андрей тоже… Я тоже бывший пациент, да. Да, и из Казахстана тоже приехал предприниматель, пролечился, избавился от аллергии, избавился от каких-то таких проблем и решил, как бы, что в Казахстане им очень это надо. В итоге открыли там, сделали, ну, гораздо помпезней, чем у нас там вообще, клинику и все, папа поехал туда, там развивать… То есть там с размахом, да, так сделали? Да, там сделали прям… Мягко говоря, с размахом, там любишь же это? То есть как там бюджет большой, в общем, понятно? Бюджет, да, не маленький. То есть люди с размахом решили развернуться? Да, у нас в Новосибирске прям скромно, скромно… Ну там бюджет с размахом вот именно, как обычно, по отделке все эти, что было попезно… А там, в общем, по полной программе, да? Там по факту это сделано. Только не отбивать еще вопрос, как… Ну, это вопрос десятый. Дело десятое, да? Конечно. Да, ну, понятно, эта тема сейчас очень популярна, и когда люди видят, тем более результаты… Конечно. Да и потом многие не тоже для того, чтобы прям зарабатывать, это делают такие вот разные, когда вкладывают больше, чем реально, с точки зрения бизнеса стоит, а просто для души, для как бы… Да, ценность высокая, высокая ценность и… Ну, есть люди, там есть денег-то много, а почему хорошие на всякую тему тратишь, а… Да, да, да. И это понятно. Не, я тоже не читаю и не знаю, сколько я… Вот в Пушкинские горы у меня входят, потому что как бы делаю так, что просто… Ну, просто тоже там… Для души, да. Для души и отобьется, не отобьется, вообще вопрос не стоит. Вот, просто как бы… Как там вообще сейчас загрузка на… Не, не, ну, пока люди не так… Приезжают… Ну, сейчас же не сезон… Тем более, сезон… Ну, конечно. Все-таки это… Другой вопрос, когда вот действительно клиникой, там, не важно, человек уже не от праздников и отталкивается, или от опуска, а, так сказать… От состояния. Ну, вот когда надо, уже пора, да, или что-то вы решает для себя, так сказать, вот. Это другой вопрос. Так, ну-ка, проверим, что у нас там сейчас… Давайте, да. Сейчас, секундочку, сейчас я посмотрю, что тут вообще… Не слабо ли я это сделал? Ну-ка, попробуйте, а то вдруг слабо. Не, тоже так же. Нормально? Очень хорошо, да. На глаз у меня хорошо выходит. Скажите, пожалуйста, примерно, сколько вы, скорее, столовых ложек на… Ну, вообще, две чайные ложки на стакан, вот, 200 миллилитров воды. Две чайные ложки на стакан, всё, я понял. Очень хорошо. Она и энергию поднимает. Там же, конечно, есть и имбирь, в том числе. Там много всё. Гвоздик, там… Ну, и монастырь, стимулирующий, очень мощно. Да. Да, но я вот на этой ярмарке переговорил, так скажем, сутки. У меня горло начало прям першить, болеть. Я вот сбитень как раз таки взял. О, как раз вот Юля как раз и купила. Ага, да? Сбитень, да. Это ещё… А как я, говорю, я продаю два дня подряд с утра душем таким… Нет, это ещё громко, чтобы забивать это и… Ну, я уж привык. У меня, конечно, так сказать, нормально. Ну, конечно, тоже чуть-чуть осепнешь потом под второй. Ну, что делать? Ну, быстро проходит. Там просто шумно было. Шумно. Конечно. Ты прям кричать. Ну, я вообще с моим темпераментом… Я вообще ещё быстрее, так сказать, это… Вот. Кстати, ну, а вообще… А вы именно продавали? Какой товар вот… Мы продавали ионизаторы. Ну, у папы же… Ну, да. У него профессиональное… У него много профессиональных деятельностей, но одно из прям глубоких направлений – это вот направление воды, ионизации, вообще ионизации всего. То есть он подошёл к тому, что… Ну, к ионизации не только воды, а вообще всего. То есть, например, ну, когда окисляются и пропадают свободно электроны, например, в тех же свежевыжатых соках и в овощах, фруктах, чтобы возвращать им эти свойства, то есть он придумывает всякие приспособления, приборы. Вот. Чтобы можно было, например, улучшать качество и свойства косметических средств, там различных, как они… мыльных принадлежностей и так далее. То есть мыло у нас есть, которое просто… пена минус 300, минус 400 ВП тоже имеет, прям антиоксидантное. Есть? Да, да, да. Да? Еще вечером встречу там с этим товарищем, дали с собой показать. Да, да. Ну вот мыло, но он еще сделано с пробиотиком, с лактобактерией, чтобы как раз на коже они такой… ну, производили тоже эффект, как… даже… а он не пахнет. Ну да. То есть это здорово. Вот мы сейчас в гостинице живем водой этой жёсткой, ужасной, московской, моемся, ну вот мыло меня спасает. Мои руки она точно спасает. Да, там и минеральный состав, и лактобактерии… У меня не сохнутая, кожа такая прям мягенькая. Вот я убедился. Просто новое, это мы только недавно запустили. Ну, здорово. Я, слушайте, там мыло вам дам с вами попробовать… С довольской. Да. Вот так давайте я его сейчас налью. Да, да, да. Шикарно вообще. Мне просто волшебно это вот сбитник. Да, сбитник, конечно… У нас его оценили же многие. А вот интересные, в том числе… Мы сейчас были на Алтае в Толге летом, и там тоже ребята с Алтае, прям с деревнях, продавали на избитине. Мои девчонки, мы жена с ребенком. Заворачивали за ушку только так. Поэтому я возьму с собой, прям их порадую. Хороший подарок будет. Пробуем, как изменится. Для своей семьи. Ты выберешь на чай? Да, да. Это… Это ионизатор тоже. Собственно, ионизатор, который он еще создал… Помню… Аккуратно это упадет, да. Это не электролиз, да? Это электролиз. Тоже, да? Да, это электролиз. Он, я помню, он потратил… Ну, на вот эту программу, на программирование этого прибора порядка четырех-пяти лет. То есть, это было еще давно. Он покупал все, все жидкости, которые только есть в магазинах. У нас был дом забит просто всеми магазинами этими соками, напитками и так далее. И этот прибор, он сначала выглядел в виде такой большой… Большой… Большого сундука. Ну, да. Там, ну, с вольтродами, да. И он… С компьютерами, да. Да, и он настраивал силу тока, ну, там, ампераж, вольтаж под определенные виды продуктов. И в итоге у него собралась таблица за все эти годы, под какой продукт, какой вид тока использовать, чтобы он максимально эффективно… И это внедрено в программу, там… Да, это внедрено… Хотя, конечно, все равно есть корректировки, например, в продукте, может содержаться в основном больше минералов. Да, да, да. То есть, вот, конечно… Нюансы есть, да? Нюансы есть, да. Ну, вот общие такие вещи, тем не менее. Вот. И начали производить, ну, на базе там… В Китае, конечно, на базе, на базе завода там все. Он запатентовал, то есть, у него патент китайский, патент российский. Да. И… Что? В итоге сделали первый вид ионизатора, потом эту технологию быстренько начали перенимать. А он сделал не только… Ну, вот такой вид, он… Там в итоге куча потом… Чайники, кастрюли, то есть, все с такими штуками. Даже эти приборы, которые… Воздух, как… Увлажнитель воздуха, вот, тоже с ионизацией. То есть, вот эти вот пары воды тоже были там минус 400 где-то так. Каким образом? Какой? Сейчас. Это вот так. А, ну… Ну, да, то, что сделал. Да, да, сделал. Всё. Окей. Сколько там у нас? Ну, в этом… Малисики, конечно, да. Он там уже до 200 минус, на то и больше дойдёт. Ну, уже, да, отлично. Ну да, да. Понятно, минус 170. Угу. Ну да, 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 да. Соответственно, какой вкус. Он… Я бы сказал, ну, если это… А мы можем сделать ещё, так сказать… Да, давайте… Нет, ну и что там по вкусу? Руки так, если… Он как бы… Он всегда становится мягче вкус. А, ну, это понятно. Ну, это то, что я… Мы же, да, понятно, что если в воду, например, что-то… Вот, грубо говоря, ну, это да, можно так пойти путём, а можно, например, вот этот наш, который… Где он там? Сейчас покажу. Да. Вот эта технология, кстати, мы даже знаем, завод, как раз таки появилась… Корейский завод после… Ну, сделано, конечно, в Корее. Это понятно. Раз. И вот, когда его… Допустим, воду сделать, да? Можно потом просто… Ну, тот же вот этот, например, с длительным просто залить этой водой. Фактически вот как бы это. Вот интересная тоже штука. Вот это. Это уже вообще… Это вот принципиально иной тип ионизатора воздуха, где как раз вот эти свободные электроны, да, в огромных количествах… Когда воздух синтезируются, да. Это не фильтр, ничего, понятно. Это просто… Ионизатор. Но он создает эффект вот этого горного, там, скажем, водопада, когда огромное количество свободных электронов, перенос свободных электронов. И к тому же вот эти аэроионы отрицательно заряженные, да. Значит, но в отличие от… Это вот эффект вот этого Чижевского. То есть то, что… Но Чижевский, да, идея хорошая, выполнили ее плохо. То есть то, что сделали… Тамаризация, да. Где игольчатые вот эти стержни, которые трещатые, вот выделяют, значит, вот они сами растворяются, разрушаются, и металл… Мы выдышим атомами металла, фактически. Да. А тут карбоновые щетки. Они, во-первых, вечные, не надо их менять, они… Ничего с ними… То есть пять лет на него вот просто вот там и батарейка, и все гарантия. А вообще… А как его использовать? В каком помещении? А вот прям помещение. Да его даже вот с собой. На шею просто? Да, да, да. Ну и конечно, он же с ним… Во-первых, вирусы, грибки, бактерии человек не подцепит просто. А просто ходить просто и все самое лучшее. Да, потому что… Вот включил и все. Потому что дело в том, что в радиусе метра, то есть, вот, уничтожаются вирусы, грибки, бактерии. И, в общем, вот в этом его огромная особая польза. Ну, вот и все. То есть чисто дышимонизируем. То есть больше никаких побочных ничего эффектов нет. Да, причем это количество положительных зарядок. Может электроны вы… Как выделяете? В смысле электроны? Да, идут вот эти вот импульсные такие сигналы. Ну, так сказать, идет образование свободных электронов. То есть это вот то, что… Как озонация, как и… Нет, это не озонация. Ионизация воздуха. Это вот, да. Там особое соотношение отрицательных положительных аэроонов определенный уровень достигает. Как вот… Ну, у нас был прибор, это будет скоро. Но сейчас я не хочу говорить. Это вообще, так сказать, потому что я уже полтора года ждем. Для воздуха? Или для воздуха? Да, это фильтр. Ну, не только фильтр. Там еще он, он же ионизатор. Но главный он фильтр, уникальный все, что в воздухе есть. Да, он просто… Там идет процесс намагничивания на камеру. В камере пластины, струны. Идет процесс намагничивания, прилипания к этим пластинам. Всего, что содержится в воздухе, это, пожалуй, вот настолько уникальная технология, что вот люди-то это видят сразу. Он быстро засасывает воздух, получается, да? Там вентиляторы, он его просасывает через себя. Пускай очень бесшумно, потому что вентиляторы очень… Да, нежные, мягкие, японские, хорошие. Там интелеподшипники, которые лет 50 должны работать по расчетам. Они не так дано выпускать, но они не ломались ни у кого никогда. И это рассчитано, это японские, да. А вот… И вот он потребляет 5-6 ватт, при том, что он достаточно такой… Четырехвентиляторный такой большой. Вот. Мало потребляет. Машину можно ставить. Вообще вот то, что… Машина, что мы вышли в машине. Это просто… Да, вообще. Конечно. Да. Давай поможешь… Вот я так скажу. Вот дайте так. Вот у меня здесь, вы видите, обстановку, да? Да, да. Вот через два дня работы я достаю кассету. Кстати, фильтра менять не надо, она вечная. Так. Вечная. То есть, его просто промыл. Ну, пока не сломал, она будет работать. Вот. Физически пока. Значит, промыл, высушил, поставил и пользуйся дальше. Ну, можно сменный картридж поставить. Какой объем по… Ну, картридж вот такой. Снимаем объем помещения. Ну, там, значит, до 30 квадратных метров и там есть… Как выше. Да, поменьше наоборот. Ну, лучше… Чем меньше, тем еще эффективнее. Да. Вот два дня у меня здесь, вот два дня. Я достаю картридж, пальцем провожу, попал… И он у меня черный. Вот здесь. Да. А это… Вот просто это не надо философствовать, додумывать. Это вот ты видишь, чем ты дышишь. Да, да. Это все. А он примагничивает до 0,0,1 микрона. То есть, до размер любых вирусов. Сумасадер. То есть, вирусы, бактерии, споры грибков. Особенно, у кого там спергилиус, от которого онкология там почти гарантирована. Это… Это все как раз можно… Полтора года ждем, потому что военный завод там… Это он сейчас в разработке? Нет. Он уже давно был создан. Он даже… Они стоят в Кремле. А, они в Кремле? Да. В администрации президента вот именно эти аппараты стоят, потому что их признали лучшими вообще в мире. Ученые… Их уже ученые… Полтора года ждет что-то на рынок? Ну, там военные заказы и на заводе, который его делает, и в сторону-в сторону отодвигали, потому что приоритетные там военные. Ну да. Ну и вот как бы ждем, но вот к Новому году может быть и получше. То есть… На них уже давно очередь, и кто… То есть, вы точно будете продавать вопрос времени? Мы их уже продавали, и мы их будем продавать, просто вопрос времени. Сейчас они уже модернизированы за это время, там еще кое-что доработано. Замкнутая система ионизации, так сказать, там, которые… Ну там… Они высчитывали, вот они воздух брали, пробы, ученые, из Кремля. Ну там, кто при… ЦКБ там… Короче, они считали вот эти сколько аэроионов в квадратном кубометре воздуха, и высчитали, что это самый оптимальный вариант. Да, поэтому вот… Ну вот будет такой прибор. Ну вот будут. Два их, две модификации будет. А это, конечно, другое. Это не фильтр, понятно, это просто ионизатор. Но, так сказать, он… Ну, я говорю, он… Да, чтобы, по крайней мере… То есть, если он для машины на шее, за рулем – это идеальная вещь. Конечно. И вот рядом… Жару, особенно когда кондиционер, это все дети, тем более школа, зараза, вот это все… Это вот на этой кисточке образуется, да? Нет, нет. Это все внутри. Тут выброс идет. Ну да, я имею в виду. Ну да, да, да. Угу. Вот, так что так вот. Ну вот… Отключается? Да, он маленький, удобный, легкий. В общем, довели дума технологии старой, после ее до совершенства… А какая страна разработчиков? Ну кто? Нет, ну разработка – это наша, ну вот мой знакомый, это Россия с Японией, и вот это сделано в Корее. Ну потому что в Корее не хуже, чем в Японии, есть производство. Но только… По гуманинационным. Да, да, просто дешевле. А зарядка просто USB зарядила? Да, да, да. Так же, как и это. Это USB или провод в комплекте идет свой, ну там от компьютера. Покажите вот для воды, которая… А для воды… Это вот похожие штуки, на самом деле. Да, да, по сути своей. Ну тут, конечно, все-таки, так сказать… Тут уже медицинские титаны, пластины. Ну да, здесь тоже. Просто здесь сделано в виде пластин трех. Два катода, один анод. А здесь, я так понимаю, катод анод, да, в виде длинных вот этих вот… Ну да, стержень. Ну а функционал получается то же самое. Ну это вообще не совсем, но… То есть, ОВП – это как бы так вот, побочная вещь. То есть, тут это генератор именно водорода эвакулярного. То есть, в этом, да, суть. Потому что все-таки это водород, это, конечно… По сути, да. Это, по сути, одно и то же. Просто здесь разные типы тока, может быть. Ну амперажный этаж. И тут уже расчеты именно, вот видите, у меня прям пузыри аж идут, потому что вот именно генерирует водород. Ну а водород, я говорю, он за считанные секунды разжижает кровь там, да, он… А давайте сравним, кстати, у вас же есть прибор, который, ну, измеряет водород. Водород. Есть такой прибор, где-то валяется после этого… После ярмарки. Да, я даже… Интересно сравнить, как бы, водород с этого прибора и с этого… Ну, в стакане. Сколько образуется? Ну да, он считает водород, только он где. Ну я попробую, потом посмотрим, то есть, если найду. У меня после ярмарки там еще некоторые коробки не разобраны именно с накидом. Он даже, Игорь Ильич, для любых жидкостей получается, да? Нет, для воды. Для воды. Но все-таки для воды. То есть, вот… Ну, как бы это сказать? Нет, можно, конечно, но просто… Ну и там… Смысл-то можно, конечно. Но вообще… Вопрос еще в уходе, да, если в флопоузы… Нет, водород все-таки это, конечно, вот чисто для воды. Для хорошей, качественной воды. Вот, а вот этого назначения как раз-таки для всех… Другое, да. Для совершенно других… Тут надо просто посмотреть с физикой и тем, что… А, ну ясно. Вот оно как. Да, это именно… Это все-таки не генератор водорода. Это именно вот… Ионизатор. Это именно ионизатор. Да, это все… Другой функционал немножко, да? Это разный функционал. Это именно генератор водорода. Его главное… То есть, у него неважно ОВП… Это важно? Он, конечно, его автоматически будет вниз там, то есть, ну… И так далее. В отрицательной смысле стороны. А здесь как побочно вырабатывается водород. То есть, так или иначе, при ионизации он и… Ну, вырабатывается водород. Ну… В любом случае. Надо замерить. То есть, его все-таки, так сказать, здесь, конечно, должно быть меньше, потому что… Как и здесь, собственно, в этой кружке, в которой вообще ничего не надо делать. А как вот здесь вырабатывается? Здесь… Или вернее, что тут происходит? Да. Что за металл? Здесь сплав определенный, вот, который папа сейчас делает из этого сплава различные, ну, в общем, вещи. И вот в кружке, даже когда мы наливаем там воду, образуется как раз-таки водород и отрицательный потенциал… А как он образуется сейчас химической реакцией? Здесь химическая реакция при соприкосновении, ну, с вот этим металлом, получается, идет как природный электроник, что ли, да? Отдавание электрона в жидкость. Ну, я знаю, да когда вот используют магниевые стержни, там есть такие, кореец тоже делают… Типа того, да. Может тоже тоже, что обработанным магниевым сплавом каким-то, да? Да. Возможно, с каким-то еще сплавом, чтобы он не так сильно окислялся, вот. То есть, поэтому, вроде, можно даже… ну, водой воды просто обычно налить. То есть, и он тоже, 15 тысяч, да, у вас? Да. Да. В общем, внешний, ну, ригантно взял. Ну, конечно, это же и дизайн известной фирмы, и самсунг тут поработал, и… Конечно, это такой… Здесь также, получается, аккумулятор от ИСБИЛ заряжается. Да? Какая-то что-то. Более того. Там вообще уникальный, очень красивый, из медицинского силикона провод такой, который… Очень долговечный. Здесь вот, ну, налил плюс 250, естественно, было… Ну, понятно. И скважины. Да, и скважины. Теперь просто со временем, ну, вот она вниз идёт, идёт, идёт. И водород, как раз-таки, если ваш приборчик найти, там можно будет увидеть. То есть, буквально, считанные минуты падает ОВП, выделяется водород, ну, там также видно, вон, пузырьки. Тут ещё важно посмотреть, посчитать потом, всё-таки атомы металла, вода тоже переходят. Ну, как раз-таки магний, возможно. Магний. Потому что здесь ещё он, когда в лаборатории исследовал вот эту кружку, он, во-первых, воду взял, когда шёл, воду из лужи взял. И, ну, естественно, там посмотрели, что там нашли целый зоопарк, естественно, там и бактерии болезнетворные, и вирусы, там всего-всего. Ну, потом просто 15 минут вода эта постояла в этой кружке, через 15 минут абсолютно стерильная вода. То есть там все вот эти вот бактерии… Ну, осадок только должен быть. Потому что… Ну да, осадок, он налипает, а потом его просто… Моется, да? Да, моется, либо там какое-нибудь… То есть идёт такое намагничивание… Намагничивание, да. Ну да. Либо лимонной кислотой, либо просто этой… Как его? Железненькой такой… Шкуркой, не шкуркой, как она? Это что, такие контакты или дизайн? Это как бы… Зарядки? Там параметры меняются, но это уже для специалистов, вот не надо человеку… А, в смысле, есть возможность… Да, да, да. Программно как-то сделать? Да, да, да. Ой, переборщил. Сейчас надо водичку… Ну, а моется в какую-нибудь там… Воскрепитную… А, когда вот если кальций, то будет накал, то, конечно, просто лимонная кислота и всё. Лимонная кислота. Ну, собственно, вот пошёл отрицательный протенциал. Угу. Уже… Ну да, я знаю этот эффект, это химически уже идёт такой вот именно реакция не электролизная, а химическая за счёт сплавов магния. Да, потому что есть даже китайцы, они делают… Ну, из стержня, они постепенно, ну, они растворяются. То есть, магний переходит в воду по-любому. Это как иначе, обмен ионами идёт, а магний в воду переходит. Ну, да, ну, эффект достигается, это видно, конечно. И вот, значит, кружка, вот этот вот электролизный такой вот аппарат. Значит… Он, кстати, сколько стоит вот этот? 15 тысяч. Ну, тоже 15 тысяч. Да, ну, вот для того, что для жидкости, для выставления, ну, интересно. Нет, иногда, конечно, вот есть человек… Ну, да, если он, например, какой-нибудь… Ну, смузи, например. Ну, хотя соки, свежевыжатые соки, ну, хотя… Свежевыжатые соки, вот смотрите, допустим, человек покупает, ну, к примеру, с рынка, да, например, яблоки или морковку или апельсин. Угу, угу. Если бы их срывали с дерева, тот же ОВП у них был бы отрицательный. Ну, то есть… Минус… От минус 100 до минус 400 у свежих продуктов ОВП в итоге. Да. Соответственно, если, допустим, этот продукт, там, фрукт полежал где-то, ну, на рынке, да, допустим, неделю, ну, неделю, там, даже несколько дней, например, огурец, он умирает за несколько часов, то есть, его срываешь, он минус 150, проходит, там, 3 часа, он плюс 100 уже. Угу. Благодарю. Вот. Соответственно, если взять это яблоко, да, которое было, когда живое, оно было, там, минус 200, а на рынке его уже купили, оно плюс 150, плюс 200, выдавили сок. Ну, электроны уходят, они же слетучие. Да, электроны уходят, вот, а потом вот этот прибор, он позволяет… Заряжать. …обратить в пять, да, вот этот процесс окисления, вот, и в итоге… Ну, да. Опять сок наполняется электронами, и опять вот этот сок из яблока становится как будто с только что сорванного яблока. Ну, вот я вижу, да, что для продуктов он очень интересен, вообще они, кстати, это совершенно разные приборы, я вот понял суть, и они как бы друг другу только дополняют, потому что… Ну, да, они конкурируют. Нет, потому что этот вот чистый генератор водорода, который моментально, через 20 секунд вот выпитый, 30, можно посмотреть, как кровь начинает ходить. У меня есть ролик, где вот человек водородный дышит вот раз пока, все смотрю, там… Кстати, они тоже приедут, вот, кстати, наши зрители очень многие спрашивали у меня, а вот тот японский аппарат, который вот человек вдыхает водород, у него прямо вот, он сканер палец совывает, у него там через 20 секунд в реальном времени, там застойные зоны, и кровь начинает прям ходить, она вообще не меньше. То есть, примерно 20 секунд. Они будут дорогие, конечно, там, они будут, наверное, тысячи две или больше долларов там стоить, ну, а как иначе, это понятно. Но, это же не маленький приборчик портативный, как антиоксидантный комплекс, вот так вот. Но они придут где-то к Новому году, то есть будут. Ну, уже вам в клинику поставить, это шикарно. У меня очень многие спрашивают для клиник. Это для дыхания. Да. То есть, человек просто берет дыхание, вот просто вы смотри, сканер, как у тебя монопольный микрон, и у него просто идет, вот просто, а он лучше чувствует, мозг работает. А он как заходится, в помещение он будет или нужно дышать? Нет, он будет прямо так. Ну, там можно будет, как пару, там можно просто одеть, вот как маску, а можно просто вот над паром, как дышать. Это детоз программа у нас. Абсолютно. Да. Но, по сути, вот то, что любая водородная технология в меньшей или в большей степени, по капсулам то же самое делает. Сразу же, почему человек лучше начинает мыслить, там у него голова, а потому что у него же кровь, до микрокапилляров кровь лучше доходит. Постепенно, когда лучше она ходит, начинается вымывание со стенок, значит, атеросклеротический бляж, где начинается атеросклероз в артериях? С капилляров. Да. Вот оттуда начинается и очистка с более крупных до мелких, постепенно дойдет, для этого нужна активная вода. То есть, именно та, которая растворять может быть. Вот как раз этому и призвано. Вот этот прибор, конечно, по капсулам, это там уже в масштабах, когда там вот делают… Есть такие, да. …поднимают температуру до 42-х, там, ну, тело, ну, вот как… И спак, и водород, ванна прям кипит, там водоводят там минус 34, значит, ну, естественно, водород. А вот там происходит достаточно быстрая регрессия даже раковых опухолей. То есть, вот, например, есть видео, где онкология головы мозга, и вот, ну, у меня вот это видео, это просто капсулы. И тут японские, ну, конечно, там… Есть даже в природе такие гейзеры, поэтому это все в природе есть. Да, это чисто есть… Это именно природная технология. То есть, вот, у меня вот два первых видео про, вот этот, по капсулу водорода, именно вот, первые про источники, мы там рассказываем, как в Японии, там, в других местах. Причем еще там, например, водорода, ну, там, меньше, допустим, и ОВП не такой, с низкими параметрами отрицательными, как, например, могут генерировать эти приборы. Но принцип, подсмотрим, ну, природа взят, это тот же элемент, водород и есть водород. Значит, отрицательный зарод, он и есть отрицательный зарод, говорящий о лишних электронах, которые наш организм может просто взять, а мы все время атакуемся… С свободными радикалами, конечно. Конечно, они отрывают электроны. У нас есть дефицит электронов. И вот эти технологии позволяют получить эти электроны свободно и тем самым не тратить ресурсы организма… Еще и заряжать. Конечно, еще и заряжать. То есть, энергии, сил больше. Слушайте, я считаю, как бы в программу это нужно точно вставить. Когда это будет в этом… Да, ну, вот, в основном, они сначала, их будет немного, они пойдут именно для тех, кто давно попросил нас их, для вот как раз… По предзаказам. Да, потому что, ну, кто-то частный, конечно, тоже… Есть частные клиенты, они там по 5-6… А курсы могут проходить или там как бы так, как курсы, наверное, да? Вот они ходят курсами. Да. Кошли пожизнят они и… Нет, ну, конечно. Да, да. Ну, если она у кого-то дома… Ну, по сути, вообще, знаете что? Вот такая штука вот может спасти жизнь. В каком плане? Вот инсульт у человека. Если только случилось, а ты дома, у тебя есть прибор. Три минуты человек выпивает, зарядился, да? У него вот геморрагический инсульт, который… Всё, у него налаживается, у него уже не отмирает такое количество клеток головного мозга, потому что случилось, случилось, но дальше нет цепной реакции. То есть, ты можешь… А если лёгкая форма, ты просто поднять сам человека моментально. Вот это… И последствий не будет. То есть, это вот… Ведь инсульты, инфаркты, они ночью в основном случаются. В основном. А потому что, почему? Человек вечером поел, кровь закислена организм, кровь загустела, сердцу трудно качать, а у сердца же не вечно. И вот когда-то вот случается кровь… Тем более, если человек не двигается, там мало двигается… Малоподвижная конечность, там тромба пошла. Да. Пить постоянно воду такую – тромбов не будет. То есть, вот… И плюс антиоксидантные свойства. То есть, короче говоря, вот эта вот штука. Да. Ну, а спа капсулы – это вот… У меня есть клиенты, которые… Вот, они говорят, с первой процедуры. То есть, именно вот с первой самой процедуры имеют… Кстати, спа капсулы тоже подумайте, может быть… Да. И я всегда говорю, что есть технологии, которые человека отдаляют от природы, ну, их большинство, к сожалению. Да, конечно. А есть технологии, которые приближают человека к природе. Вот, собственно, вот эти спа капсулы, генераторы, вот эти вот вещи, которые позволяют оживить продукты, которые человек покупает, которые уже, к сожалению, потеряли те же электроны, которые могли бы дать человеку здоровью. Вот это и… Кстати, вот именно та суть, когда… Вот я-то вот такую вещь скажу. Вот у меня есть несколько роликов, есть, в частности, про такую американку, она негритянка такая, американская. Не знаю, которая там… 75 лет, у нее там, сыновья за 50, и она… То есть, она выглядит на 40 лет где-то. Выращивает там… Она сама, в этом и суть. То есть, это одна из нюансов, один из нюансов. То есть, она срывает и съедает. Да. Очень важно. Очень важно. Поэтому вот если бы мы… То есть, по сути… Но ведь это не потому что что-то фантастическое. Там основная идея в том, что вот именно, во-первых, прана – энергия вот эта. Ну, конечно, там это питает эфирное тело. Да, конечно, тут мы никуда. Это вот только так или никак. Ну, электроны свободны. То есть, мы… Они либо есть, а потом они уходят. Что за… Вообще, что такое свободный электрон? Это вот, понимаете, вот на бытовом уровне. Вот мы жарим или варим что-то, идет запах. Вот это и свободный электрон. Только вот вопрос в том, что… То есть, мы чем больше жарим, тем аппетит-то возбуждается. А вот польза уменьшается, чем дольше процесс идет. И вот как раз мы… Уже чистые электроны, конечно, без запаха, без там аромата молекул каких-то там эфиров. Чистые электроны. Вот эффект свободного переноса наши ученые, просто фамилии, не помню, надо посмотреть. У меня есть там три академика каких-то, да. Значит, наших. Лет как восемь назад. Они обнаружили вот этот эффект свободный… Доказали научно. То есть, вот то, что река течет, водопады, водные массы и ветер воздушно переносит. И человек стоит, вот как ветром дуваем. И вот он заряжается фактически. Но вот кровь, эритроциты на 80% заряжаются энергией свободных электронов. Но в помещениях или где-то в офисах, в домах, в квартирах нету практически отсутствует этого. И, конечно, вот кстати, в этом смысле, вот именно что делает вот этот вот… Он как раз генерирует вот эти свободные электроны. И воздух рядом с собой находясь, мы можем вот это вот ощущать энергию, прилив сил и так далее. Но вот водичку попила чуть-чуть, хотя это надо, чтобы эффект, вообще-то надо раз в восемь в день. То есть, вот постоянно. Ну да. Но некоторые люди, вот как бывает, что кто-то там фукус там на два месяца поесть, а где там… или там ну даже три месяца, а кто-то сразу практически там… Ну буквально какие-то щипные банки, это вот как я… Юрий, вы же продаёте же эти инизаторы там бытовые, проточные там… Да, это вот, это вот даже, правильно его назвать, это шире. Это прибор не просто инизатор, это антиоксидантный комплекс. То есть, он меняет свойства воды очень многие. То есть, там начинают… ПАШ… ПАШ… Водород, да, всё. Вот эта вода будет тех единиц источников, которые ещё на планете осталось, где долгожители, которые там по 140… Юрий, а объём воды и сколько держится? Стакан воды? Сразу пить. Естественно. Уже не держится, естественно. А вода не сразу уходит. Желательно вообще, пока он работает, её пить вообще. По большому счёту так. Восьми раз в день вы сказали. Ну да, ну вот как в идеале. В идеале. Ну хотя бы вот… Уже если человек просто вечером выпьет этот стакан, у него уже просто кровь не запустит. А он и делает ОП, да, имею в виду слова? Да, потому что это побочный эффект, разумеется. Ну да, есть такое понятие, как гидрид вон водорода. На самом деле, когда вокруг протона водорода, по идее, вращается один электрон, а здесь начинают вращаться несколько электронов. То есть их может быть огромное количество, то есть там десятки электронов вокруг одного протона водорода. То есть это как такой необычный эффект, но в нашем организме это именно так и есть. То есть не H2O есть, а H3O. Это уже понятие биохимии. Частакан нашел в баночку. То есть он по времени как-то пикает, да, или что-то? Да, он автоматически… Вот мы его включаем, но там надо чуть больше там… А, и уже пошло, да? Пошел в этом, да? Пошел, как мощно выделять. То есть он же мощный генератор. Ну естественно, площадь какая, и именно его… Вся сила вот особых токов направлена вся мощь на… Вот смотрите, у нас сейчас там мутная вода начнется, видите? Да, да, да. И вот, ну сейчас, как бы кто не видит… Нас тоже делать мутную воду, да? Ну не так много, да. Вот здесь назначение… Ну там другая задача и… Задача другая. И вот если его чуть-чуть вот так, видите, как я сейчас поделал… Да, вот как молоко. Он весь как… И вот тогда, потому что он вверх же стремится, а мы его немножечко так вот… Разбалнули. Вот сейчас вот эту воду… А он начинает мигать. Когда он мигать начинает, он так примигивает, да? Это вот он заканчивает генерацию. Сразу доставать и пить. Ага. Ну сейчас как раз я там сразу, достать и пить. А я его так специально… Можно, конечно, это не делать, как я сейчас. Просто другой конфигурации стакан, он там… Ну две трети расслаивается вверх. И сколько вот примерно такой объем будет ОВП? Ну примерно. В среднем. Там надо замерить просто. Замерить и замерить. И все. Сейчас замерим. Ну надо помнить, что у меня очень большой плюс. То есть изначальный. Ну да. Чем вода… 250 плюс 30, да? Конечно. У меня там 250, там больше даже. Сейчас, то есть я предлагаю… Ну вот интересно опять же водород померить тоже, как… Хорошо. Где побочные действия… Именно померить приборами? Да, да, да. Попробую найти еще водород. Интересно. А ты уже на выставке, Юрий Андреевич. Я мерил, да, вот… В кружке же мерил. Да, я в кружке мерил. Да, да, да. Там 0,4, да, было? Нет, в кружке 950. А, ну это… 0,9, значит. Сколько она долго лежала? Стояла вода на тот момент где-то минут 30-40 здесь. Ну понятно. Наверное. Тут-то… Ну да, наверное… Можно попробовать. Вот это быстрая помощь. То есть это вот просто… Сколько она минуты 3, да? 3 минуты. И вот сейчас начнет отмигать. Как начнет, я прям сразу выпить. Ну и можно быстренько померить, там быстро там, да? Пошевелить. А вода испажина? Очищенно. Да, да. Можно даже пока идет. Да, можно. Чтобы выпить сразу потом. Только это заболтать надо, заболтать. Нет, ну… О, так он минус 300. Минус 400 уже. Минус сколько? Сколько? 308, нифига. Вот, вот. То есть у него побочный эффект очень неплохой. Очень большой минус. А у меня было плюс 250. Смотрите, он резко вообще. Вот. Ну потому что, да. Но за счет… Тут, конечно, не пожалели. То есть блок очень мощный электролизный. Нож на свою землю, конечно. Шесть слоев платины. То есть в принципе его, да и дизайн и все, он мог бы дороже его продавать можно. Ну просто из больших количеств и возможности без всяких там у нас как завод и вот линия и вот конечный потребитель. То есть не маркетинг, ничего. Поэтому его можно, конечно, 25 тысяч было бы поставить. И нормально. Он продавался, потому что он стоит того. Вот. Но зато эффект, я говорю, сразу вот если замерить, взять, писать кровь, меняется кардинально. Эритроциты отлипают. Нет, ну да, конечно. На темнопольном микроскопе это сразу. Сразу. То есть он очень мощный. И проходит не совсем. То есть мы с лаванами сделали, будто они как поджарили. Да, да. Ну да. Мы как раз ионизированную воду использовали. Во, 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 во. Он начал, видите, мигать. Вот он. Все, да. Он десять раз так мигнет. Ну что, так сказать. Он сам, он уже выключился. Он начинает мигать, он уже выключился. Само водичка хорошая. Водичка, она вкус. Вот Аганян тоже обратил внимание. Он говорит, прям вообще вода, говорит, прям. Да, да. Это здесь скважина прямо около дома, да? Ну, у меня есть и скважина поселковая, и слоя есть. Поставим. Пусть стоит. Ну, классно вообще. Ну, сейчас найдем. Размерим. Я думаю. Ну, я найду сейчас, да. А может она у меня даже где-то и рядом. То есть, ну как и рядом. Ужал, несколько коробок перекинули. Вы начали продавать так давно уже, да? Не было. Вот буквально недавно. То есть мы ждали, ждали, все тут. Где-то ребята начали продавать официально в России, да? Да. Да. То есть вот буквально, ну можно сказать, там, ну там, так активно, я скажу. То есть до этого были прототипы, были какие-то, ну там месяц, да? Даже меньше. Как продавать? Две недели. Ну там 30, наверное, 50, 40, да? Молодцы. Молодцы. Конечно. Шикарный решение. Да? И красивый, очень мощный прибор. То есть вот в том-то и дело, что могли бы выпустить и год назад, но когда довели вот этот максимальный КПД… А так он в Азии в Корее не продавался? Такой вы свешаете? Или уже каких-то модификаций? Такой не продавался никогда, были аналоги. То есть это, как всегда, попытки вот первое всякое, еще не обкатанное, так сказать. А вот когда прибор до идеала, когда их можно выжать, вот там же на долю процента порой изменишь ток или какие-то параметры. И вот уже, ну в курсе, вот как бы это происходит. И вот здесь довели уже до идеала. Поэтому вот есть даже побочные можно спрограммировать, когда батарея меняется, переделать что-то там. Ну это уже, это не нужно, тут все до идеала доведено. Ну и все, этот прибор теперь просто вот… Примбериды, как сказать, это… Ну а спа-капсула – это генератор, который примерно в 50 раз мощнее. То есть это вообще… Спа-капсула там дышит получается, да? Можно и дышать. Кстати, там запах прямо… Прям как у нас кривокапсула, типа того. Или там заходишь и рыжешь. Как они выглядят? Ну, я покажу. Ты заходишь и… Как это выглядит? У меня видос по капсуле, они как… Как… Это космический корабль. Лежат там. И… Это такая, это тяжелая штука. Тяжелющая. О. Сейчас мы ее… Ну на самом деле… А вот это что ли? Да. Я думал, как это, как солярик. Огромная установка куда заходишь. Кстати, чисто на японском, да, инструкция. Да. Мы такую штуку использовали только российского производства уже лет как… Вот. Лет 15, да. Ну, это вот генератор идеально чистого. То есть, как водорода… Здесь сделано… Ну, так… Вот так, как пузыряш идут. Да, да. И как, ребята, ну, в смысле, курсом, получается, проводишь, да? Или ты постоянно это дома? Как вообще? Дома в идеале постоянно просто прекрасно. Это я говорю… Ты дома завтракаешь, он на кухне стоит или как? Да нет. Да нет, он в воде. В воде. В ванной. В ванной. Человек либо в ванной лежит. А, да. Либо, неважно, тазик вот он налил, но только выше, чтобы залить. Чтобы залитого, да? И руки туда, вот над капсулой в воде погруженные руки держат. Уже через кожу проникает водород, кровь, лимфу и через весь организм. Ну, или ноги. А, то есть, не нужно дышать, да? Да, на самом деле… Можно и дышать, само собой. Руки держишь вот так и заодно дышишь. Да, да. Папа где-то с 2000 года такую штуку использует. Ну, только есть российские аналоги. Есть и ни разу не было. Ну, это всё-таки… Даже сравнивать нельзя. Это, конечно, аналоги условно можно назвать. Всё-таки это… Ну, это даже лучше для Японии. Вот это настолько… Да. Да. Это внутренний рынок Японии. Продается он только для японцев. Ну, для… Конечно, зависит же и от качества сборки… Качество – это самое высшее. Медицинская компания делает она блоки электролизные. И до последнего шурупа всё в Японии собирается. То есть, даже… И произведено всё в Японии, и собирается в Японии. И она… На внутреннем рынке Японии стоит вот для любого японца простого. 950 долларов плюс пересылка. Ну, тысяча долларов. И у нас тысяча долларов она стоит. Вот. А больше в мире нигде она не продаётся. Ни в США, ни в Германии. Это всё нигде. Ну, просто знакомый, как бы, друг президента. И, как бы, вот… Они пошли на такой вот… Чтобы у нас. И вот некоторые описывают так, как человек… Один, например, описывал. Юрий Андреевич говорит, вы правильно писали, что, как вы говорите, если методика лечения выбрана верно, результат наступает сразу. И вот, он говорит, я описываю, что у меня было с первого применения. Ну, там очень много чего-нибудь. А там как курсом проводить надо? Ну, нет, как таково… Нет, курсы есть – это когда какие-то специальные назначения. А когда просто человек у себя используется, он просто… Чем он чаще использует… Вечер пришёл, сработал? Да. Раз в день можно хотя бы. Ну, два – это вообще… Конечно, мыться кто будет. Но хотя бы руки подержать в тазике. Ничего сложного нет. Несколько минут, да? Стил телевизор смотреть. Ну, он 15 минут, цикл идёт. Там автоматика. Там уже задано всё как надо. Просто человек, вот, цикл прошёл. А можно два-три. Ну, если ты в ванной… Ну, правильно соприкосновения, ну, тебя как… Да. Причём это даже эффективнее, чем в ванной. Потому что ты в меньшем объёме воды, ты… Концентрация… Ну, концентрация… А если человек моется, то есть вот в ванную налил, там 80 литров, желательно не больше, она на 80 литров рассчитана. Ну, то есть у японцев вообще ванны маленькие. Японцы маленькие. Ну, они полусидящие, у них и такие ванны. Да, да, да. Они как бы вот полусидящие такие, да. И вот у них… Как тазики. Да. Вот так вот и под коленку ставишь, ноги согнул, и водород вот сюда, вот прям самые вены. Ну, и быстро это по организму разносится. То есть вот так. Тысяча долларов продажные, да? Да, на тысячу долларов продажи. Вот некоторые люди есть, которые там штук по пять взяли, ну, типа, купили. Ну, типа, не купили, а… Ну, как возможно здесь понять. То есть там, на большие ёмкости они не хотят там вот мало воды наливать, хотят много. Ну, пять штук берут. Ну, это эффективно… Конечно, это вот самые такие приборы. Вот три вот эти антиоксиданты по капсулу и генератору водорода. Ну, по воде, понятно. Антиоксиданты, получается, это… Это вот тот большой прибор, это где там все свойства, все эти химические свойства меняют. Ну, да, по всем уровням. ПАЖ, ОВП, поверхностное натяжение, там всё. Ну, ионизатор, который… Да, ну, он там такой комплекс, поэтому… Да, правильно. Не, он начали рассказ, смотрите, я запутался. Он начали, что скоро приедут, которые две тысячи долларов будут стоить. Это как раз… Это вообще про уже другой прибор, который в видеоролике просто посмотреть на блоге надо, и всё будет ясно. Это уже совершенно другой прибор, который по сути своей, в принципе, он делает тоже с организмом. В плане, там, сжать кровь, там, как антиоксидант. Как? Вот этот маленький водородный генератор, как вот этот с по капсулу. То же самое. Да. Но его применение просто кому-то удобнее так, кому-то так. Тут сел, в руки не надо в воду класть, он сел, подышал и всё, да? Угу. То есть, он перевращает, именно… Он улавливает и перегоняет по трубочкам и вот до распылителя специального, вот этот водород молекулярный, чистейший. Значит, и ты просто… человек дышит этим, и вот у него сразу вот прям секунды считаны, и меняются параметры крови, и, конечно, как антиоксидант. Ну, то есть, я точно пошёл на работу, утром сел, раз подышал, там, кто-то на работе поставит, там, чтобы сотрудники, кстати, кто думает, очень работоспособность совсем другая будет. Естественно, мозг по другому трубу. Особенно, кто умственным трудом занят, да и неважно, физическим тоже. Ага. Это вещь уникальная. У меня вот когда вышел этот сюжет, где вот этот японский ролик, когда вот мы в прямом эфире, любой человек, ну, видит просто как есть. А сразу куча пошло писем, что мы вот хотим такой прибор. Я говорю, ну, подождите, сейчас пока эта презентация была на сингапурской медицинской выставке, а потом её только для медицинских компаний и только под заказ. Ну, вот сейчас мой партнёр, он заключил договор, и вот первые экземпляры сейчас будут уже привезены, которые можно будет взять. Так что вот так. Ну, цена для клиники, она более чем доступная, понятно, что. Конечно, она очень быстро. Ты ещё раз что бьётся? Очень надёжная. Понимаете, в чём дело? Электролизный блок, на него вообще вечная гарантия, он вечный. То есть он никогда, вот этот шесть слоев платин, он на Титане, это пока не разобьёшь, сто лет и двести и три слои будет служить. Поэтому, конечно, это выгодно. Это очень выгодно. А силикон медицинский, он очень качественный сейчас. Вот так вот. Так. Это выгодно. Да. Так, ну-ка, этого может быть пока. Ну-ка, сейчас подостыл чуть-чуть. Я сейчас... По поводу воды, у нас ещё такие минеральные ионизаторы, которые, ну, больше всего разбирают, потому что они дешёвые. То есть такие временные, но самые дешёвые. Просто, которые бросаются в бутылку с водой, вот так. Там как раз, кто пользуется дистилляторами, ну, дистиллированная вода, это, понятное дело, ничего, надо минерализовать. Да, хотя бы. Вот. Здесь как раз таки он и минерализует, и щелачивает. Когда есть вещи, то абсолютно не надо минерализовать. Ну, да. Так. Ну, да. Вот. И ощелачивает, и ОВП меняет, и поверхственное натяжение, то есть и всё. Ну, правда, поверхственное натяжение это измерить тяжело. Тяжело. Это человек не... Это только посленно можно понять. Да. Там как растворяется до и после какой-то краситель. Да, да. Есть технология определения поверхственного натяжения, но там заморочка очень такая. Я читал просто, как это делается, и вот очень сложно это сделать. Да, спасибо. Появится натяжение изменить. Вот. А для тех, кто просто пользуется дистилляторами, это прям спасение. Они как? Обычно каплюют в банку, из этой банки просто пьют. Вот. И просто кидают в эту банку, это лежит, и у них получается антиоксидантное. Да, через решёточку это всё выходит. Да, да. Отрицательно заряжено, наполнено минералами. Да. Там калий, кальций, натрий, магний тоже. Ну, магний, да, правильно? Да. Но это нержавейка, я так понимаю. Да, это нержавейка. А ещё там есть циолит, ну, то есть для того, для тех, кто не пользуется, допустим, из-под крана на лилии, оно ещё абсорбирует там тяжёлый металл или вот такие вот. Хлор, хлор абсорбирует. Мощный директ, минут двести восемь, сколько он уже постоял, видите. Мощный. Да. Махом она. Да. Ну, вот я говорю, приборчик маленький, а он очень сильный. И вот можно было выпустить, год назад мы могли. Ну, мы специально придержали, пока, в общем, в итоге мы на 60% ещё усилили, то есть вот генерацию. Потому что вот, поэтому аналогов ему нет, этому прибору, по своей сути, вот. Именно вот размер, выработку чистого абсолютно, ни одного иона металла в воду точно не поступит. То есть можно пить смело. И вот в стеклянной любой баночке или там в стакане сделал, и всё. Ну, мне кажется, их можно прям вместе так это вести, это как бы для... Для лопитков. Я вот думаю, что тоже вот, может быть, какой-то делать такой, знаете, как сказать... Перекрёстковый. А может быть, мы знаете, что сделаем? Некий такой бартер, а? Мы просто будем... Цена, ну, розничная, одинаковая. Я думаю, у нас как-то... И просто мы его, допустим, там, ну там делаем там 20 штук на 20 или там 30 штук. Ну да. Меняем как бы и просто... Ну, как вариант. Ну да, потому что это как бы наша прибыль... Скажи, что мы в клинике, мы в клинике, когда пациенты проходят лечение, мы их, естественно, на ура продаём, потому что люди понимают ценность. Да. Они лечатся такой водой у нас, и тут получается, если мы в клинике пациентам, они будут, я думаю, уверены, что будут расходиться. Уверены. Ну, потому что, да, по сути... Вот у меня даже есть, ну, фотография там, потому что это... Вот я рассказывал, когда люди, ну, особенно веганы, сыроеды, которые утро начинают с зелёных коктейлей, да, там делают всё в блендере, даже если они с сада собрали все вот эти вот, ну, только что сорванные там фрукты, они его в блендере размешали, всё, там УВП плюс 250 в любом случае после... Да, замерял просто... Логично, потому что... От нагрева же ещё происходит. Нет, от того, что... От произведения с металлом, да? Электрон летучий очень... Да, очень летучий, там идёт очень сильное перемешивание с кислородом, окисление там сильнейшее, окисление там очень жёсткое. Согласен. В этом смысле, да. То есть, если только вот зарядить, прям вылить стакан вот с такой вот, так сказать, ну... И с водой тоже. Там я наливал... Ну, в этом смысле это большой плюс, да. Я наливал и воду, минус 300, и фрукты, овощи, ну, фрукты были, и зелень, всё это, минус 200, минус 300, буквально 1-2 минуты в блендере, плюс 250. Всё, вот никак невозможно сделать смузи, антиоксидант. Согласен, да. Да, просто вот этой штукой, там, 2-3 минуты, минус 170. Всё. А он отключается сам или нет, или его надо? Да, он отключается сам. Да, то есть, программу там выставляем... Единственное, на какой объём, то есть, там... Объём здесь есть три вида, low, medium, high. То есть, там, если, ну, там, такая кружка 250, ну, я делаю всегда на high, то есть, там, это 3 минуты, и там буквально, вот у меня на фотографии... Там даже видно, что в первом стакане, ну, как я только вылил смузи, там прям пузырьки вот этого кислорода, а когда я ионизировал, масса абсолютно гомогенная. Ну, да. То есть, там даже пузырьков нет, она полностью становится гомогенная и официально заряжена. Ну, это, конечно, не отрубится же он. Да, можно. Это интересно, да. Именно про смузи. Его, конечно, внешний вид бы ещё вот, чтобы он, так сказать, соответствовал... Поинтереснее, да, сделать. То есть, вид совершенно, поэтому я люблю, когда всё эстетично и красиво... Ну, конечно. Это как бы можно доработать. Даже сама вот, а упаковка вообще, да, она вот, она вот, гарантированно Samsung фирм, потому что на них электроника делается для него, там, ну, то есть, там она миллиарды застрахована она, между прочим. Ну... А Samsung участвовал в плане электроники, да? Да. Samsung участие в плане электроники. Да, делает, да, на заводе электроники. Интересные фотографии, это я измерял ОВП желчи. У кого-то она плюс 90, у кого-то плюс 256 желчи. И вот много прям кислой желчи. Ну, прям, она же должна быть щелочной, по идее. Да, конечно. Она прям кислая. То есть, вот... 86 должно быть по... У современного человека, ну, особенно, когда поражение идет, там, паразитарное, и из-за интоксикации токсичная желчь, кислая желчь. То есть, замеряли? Замеряли. Я, причем, многими средствами замерял, там, и лакмусовыми бумажками, и лакмусовыми растворами. Я глазам не мог поверить. Почему раствор становится оранжевый, а лакмусовая бумажка оранжевая, ну, это же невозможно. Да. Вот, а так или иначе желчь. Факт, да? Это факт. Это прям, это прям факт. Да, вы смотрите. Какой осадок, вот, у людей бывает в желчь. Вот, что жрут, да? Да, да. Это прям обалдеть, вот. Ну, это еще более-менее, так сказать. Еще, настоящую человеческую еду едят. Да, да, настоящую нормальную еду. Так, а это вот виноград этот, который просто я купил, виноград на рынке. А это я его как раз выдержал в воде. А, в воде, да? В воде, которая минус 200 была. Обалдеть. Вода была минус 200. Я вытащил, измерил, минус 420. А пришлите мне эти фото, ладно? Пришлю, да, хорошо. Пришлю, у меня тут много. А, вот это смузи. Ну, самые такие вот. Да, да, да. Вот смузи, это который, вот, сейчас даже, наверное, вот так удобнее посмотреть. Держи. Вот, видите? Ну, 220. Хотя здесь и вода отрицательно заряжена, то есть все. Так. И зелень. Плюс 200. Плюс 229. Так. Не, не, нормально нормально. А, так. И вот здесь даже, вон, пузырьки, пузырьки. Так, так. Вот, это я заряжаю. А, это вот этот прибор только золотой. А, ну, золотой. Да. Вот. Элитный. Так, 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 заряжается. Да. И вот, минус 168. Ну, это круто. Гомогенное содержание. То есть, вообще. Нет, вот это, да. Нет, потому что это нельзя, конечно, так использовать. Это все-таки, как бы. Ты его не отмоешь потом никогда. Да. Для воды грех использовать. Как-нибудь. А можно с по капсулой пить? Потому что можно, если только для этого будет использовать. Но, как бы, уже для мытья тела, ну, как-то это неправильно. Да. Таких у меня много. Вот огурец был. Плюс 118 стал минус 410. Там помидор. А в каком объеме воды держали огурец? Вот. То есть, вот. Ну, у меня… Сейчас я покажу. Сейчас покажу. Вот, на самом деле. Вот у меня… Нам, кстати, сделать эксперимент. Так, стоп. А как огурец? Там есть… Зелень, огурцы, помидоры, все, скидываю туда. Вот этот опометр был там? Да, этот опометр. Угу. Угу. Это чей, немецкий случай? Нет, это китайский. А, да? На самом деле… Угу. 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 На самом деле… Угу. Мы получаем точные растворы. Мы, когда получаем обопометры, они, допустим, 10 заказали, 7 не работают, а 10 работают. Три работают. Три работают, да? Да, то есть, ну, вот так. Мы просто по нашим растворам знаем, что это должно быть так, это так. Вот. И на них уже смотрим, какие рабочие, какие не рабочие. Поэтому… Обопометры такая штука, мы даже думали там, ну, заниматься, допустим продажей, но их невозможно сделать так, чтобы работал что человек потом попользует чуть-чуть потом он уже пролежит полгода да вот на самом деле вот прошлый раз приезжал в Москву этот прибор не работал то есть у меня работал другое тут его просто нас поносил в сумке с собой месяц он начал работать они своей жизнью живут своей же согласен есть конечно нет есть конечно там очень дорогие японские метры да но этот как у меня все время когда рыбами занимался серьезно вот был оксиметр это ну кислород в один фирмы oxygar датской вот он стоил это было лет 12 назад да он стоил что-то там полторы тысячи евро то есть ну вот ну как бы вот сейчас я не знаю тысячи три на будет стоить но вот да вот как то так и ну Продолжение следует...